Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И это новый ролик про черный, очень мистический и очень необычный чемодан. Ставьте лайк прямо сейчас, если вы ждали и любите очень мистические и необычные распаковки. Этот чемодан, как видно, очень сильно потертый и явно старого образца, потому что сейчас такими не пользуются, то есть какую-то историю этот чемодан пережил. Наша задача с вами разобраться, какую именно и догадаться, кто мог бы быть владельцем этого страшного и черного чемодана. А распаковку мы, как обычно, начинаем с боковых карманов, он здесь один, и посмотрим, что же там внутри. Но сперва я хочу сказать пару слов о спонсоре этого видеоролика и о моем коллеге. Это канал Черный Треугольник, он выпускает очень необычный контент, над которым стоит задуматься, пугающие факты из Даркнета и общей сети. Тайные и секретные факты о вашем ПК, о которых вы даже не догадывались. Все это по ссылке в описании. Канал Черный Треугольник. Подписывайся точно так же, как это сделал я. И так... Обычно в боковых карманах у нас ничего нет. Здесь какие-то бумажки. Нет, стоп, здесь не бумажка, здесь... О-о-о! Ну-ка, ну-ка, это очень интересно. Какой-то диск. И здесь написано запись с камеры. Фу, любопытно. Знаете что, ребята? Вы знаете, что обычно я прошу у вас лайки и показываю содержимое электронных носителей в следующем ролике. Но раз вам это не нравится, и раз у нас Новый год совсем скоро, я сделаю такое небольшое новогоднее одолжение для наших подписчиков, я покажу его без лайков в конце этого видеоролика. Но за это вы поставите лайк под этим видеороликом. Так что откладываем это пока в сторонку и продолжаем нашу распаковку. Смотрите до конца. Возможно, именно этот диск расскажет нам всю полную историю этого чемодана. Больше карманов других у этого чемодана нет. Да и на самом деле чемодан, смотрите, какой странный. Он закрывается только как бы на треть, на две трети, как-то так. И на самом деле, скажу вам по секрету, я уже пробовал его вскрывать, у меня ничего не получилось. Поэтому мне пришлось его как бы разорвать. Ну, что не сделаешь ради подписчиков? Потому что у нас на канале традиция, и подписчики всегда первыми видят содержимое чемодана. Так, что же у нас там? Наверняка деньги. Нет? Да. Я очень люблю когда в чемоданах у нас айфоны, деньги. Ставьте лайк, если вы тоже это любите. Но здесь у нас одежда или что? Давайте начнем распаковку. Ну, тут что-то тяжелое как-то. Что это? Ой, господи. Друзья, вы это видите? Какого черта? Это, это пистолет. Это пистолет, и он был замотан в подштанники? Что? Какого черта? Почему это так? Я не буду брать его своими руками. Кто знает, кому этот пистолет мог принадлежать? Это не какой-то там российский, советский Макаров. Это серьезный ГЛОК-18, если я не ошибаюсь. Ай, я его задел, я его задел. Блин. О, вот это да. О, какого черта, друзья? Надеюсь, в обоими нету патронов? Фух, слава богу, нет. Да. Но я не буду пока прикасаться к нему. Согласитесь, это уже очень многообещающе. Что делал этот таинственный черный пистолет в черных замотанных подштанниках в черном мистическом чемодане? Согласитесь, здесь есть какая-то странная связь. Давайте продолжим нашу распаковку, потому что у меня уже очень не по себе и очень любопытно, что же там еще есть. Как я и говорил, здесь преимущественно одежда. Ну, блин, сейчас нужно быть очень осторожным, потому что вдруг там еще в этой одежде кто-то содержится. Так, ну я вот убрал одежду. Посмотрите, сколько здесь всего интересного, оказывается. Так, сейчас мы это все распакуем. Посмотрите, вдруг здесь. Это пинжак. Интересный такой пинжак, хотя очень старый и поношенный, да, но здесь ничего нет. Может быть в карманах лежит айфон или деньги? Здесь нет. Здесь тоже нет. Это просто пинжак, но впереди нас ждет много интересного. Больше электронных носителей информации я здесь не вижу, но я вижу странный конверт. Почему он странный? Потому что, во-первых, он вскрыт, то есть его кто-то получил, но получатель здесь не указан. И отправитель, соответственно, тоже. Здесь есть письмо, друзья. Офигеть. Блин, сейчас мы попробуем узнать. Может быть, это какие-то счета на оплату или еще что-то. Да нет. Здесь обычное рукописное письмо. Сейчас мы его попробуем прочитать. Дорогой мой Женя. Женя, нашего владельца этого пистолета, скорее всего, знали Женя. Знаю, что ты просил не писать тебе на этот адрес, но я больше так не могу. Мысли о твоей работе и о том, чем ты занимаешься каждый день, не дают мне спать по ночам. Я устал. То есть, пишет девушка своему мужчине. Я боюсь. Боюсь за тебя. За себя. Я не могу думать о тех людях, которых ты... Многоточие. В общем, я понимаю, что мы должны обсудить все лично. Я просила закончить тебя это все. Знак восклицания. Ты меня не слушаешь. Но я очень тебя люблю. Приходи 16 октября на наше место. Люблю тебя. Всегда твоя Виктория. Офигеть, друзья. Что? Сейчас у меня ничего в голове не укладывается. Что это все может значить? Это так странно, друзья. Письмо адресовано от любимой девушки Жени, владельца этого пистолета. Что за дела? Она просит его прекратить чем-то заниматься. Что же это может быть? Больше ничего в конверте и на обратной стороне письма нет. Есть ли, получается, имена Женя, Виктория и какая-то странная дата. 16 октября. Ладно. Давайте распаковывать чемодан дальше. Возможно, впоследствии мы поймем, что же к чему. Так. Рядом с письмом лежали вот эти странные фотографии. Странно. Что? Что? Я просто думал, здесь на фотографиях Жени и Виктория, но здесь какие-то 4 человека. Фотографии очень старые и явно плохого качества. И, блин, я не понимаю, что общего у всех этих людей? Почему? Почему Женя, да? Почему Женя носил с собой фотографии этих людей? Возможно, вы уже догадались, что значит эти фотографии, этот пистолет и все такое. Пишите прямо сейчас в комментариях, потому что у меня есть очень страшные догадки. Но пока я не уверен, ребята. Давайте продолжим распаковывать и, возможно, мы поймем и судьбу Жени, и судьбу Викторию. И поймем, что это за люди. Здесь есть еще одежда, конечно же. Это, а, ну как это костюм. Да, а костюму... О, здесь вместе с костюмом еще рубашка, очень мятая, странная рубашка с галстуком. Но погодите, что за галстук? Страшный галстук. Он красного цвета и с черепами, будто бы символизирует смерть. Ааа, друзья! Да, блин, да. Ну, слушайте, у меня было это предположение, но я не хотел, чтобы оно было правдой. И, господи, возможно, эти вещи принадлежали наем... Блин, да, да, да! Все складывается. Ребята, я понял, я понял. Эти вещи, этот пистолет, этот галстук смерти принадлежал Евгению, который был наемным убийцей. То есть киллером. Господи, да у меня, блин, голова. Я просто на измене нахожусь. А эти люди, эти люди! Эти люди могли бы быть жертвами, которых заказывали Евгению. Черт, блин! Как же мне страшно становится, ребята! То есть, получается, Евгений надевал на себя этот самый костюм, этот самый галстук. И, я не знаю, получается, он, он выглядел как-то так. Вот, получается, примерно как-то так выглядел убийца Женя. Но зачем ему все это? Согласитесь, этот галстук очень странный и не подходит для киллера. Вроде бы киллер должен устрашать, да? Ну, а это вызывает смех. У нас в студии с ребятами появилось предположение, что все эти фотографии были сделаны перед смертью этих самых людей. То есть, они угорали над этим самым галстуком, и киллер в этот момент их убивал. Кажется, я понимаю весь ужас происходящего, друзья. Это не что иное, как убийственная фишка Жени. Он приходил к ним, и в тот момент, когда люди ржали, расслаблялись, теряли бдительность, Евгений делал то, что убивал их в тот момент, когда они угорают над его галстуком. Блин, это очень страшно, друзья. История набирает очень неожиданный оборот. Кстати говоря, Евгений был явно меньше, чем я. Мне очень тесно в этих шмотках. Но мы должны продолжать распаковку. Здесь есть несколько вещей. Блин, здесь, например, какие-то мусорные пакеты. Зачем мусорные пакеты нужны киллеру? Странно. Опять же, у меня есть страшное. А еще главное небольшое. Господи, я понял. Наверное, чтобы удушать людей. Офигеть. Блин, вот это страшно. Вы только представьте, каково было вот этому человеку, когда на него накинули... А, блин, вот так вот в пакет. Здесь есть еще что-то. Точнее, несколько вещей. Какой-то странный тюбик. Тут что-то не по-русски написано. И платочек. Странно. Фу! Платочек странно пахнет. Очень странно пахнет. Блин. А, у меня есть небольшое предположение, что это может быть за состав. Вы, наверное, видели в различных фильмах, где людям прикладывают вот так вот кусочек ткани, и они засыпают. Согласитесь, в наборе киллера, убийцы, можно ожидать что-то такое. Странно, никогда не нюхал эту штуковину. Что это-то? Вставай, ролик надо доснять. Что тебе надо? Ролик надо доснять. Ну ладно. А что, еще не закончилась распаковка? Нет, там еще до сиха вещей. Так, ладно, хорошо. Ну, то есть, скорее всего, этот тюбик использовался киллером для того, чтобы усыплять вот этих людей. Очень странно, ребята, и очень страшно. Давайте продолжим распаковку этого чемодана. Что же здесь еще есть? Ого, а что это такое? Ооо, это струна! Это натянутая струна, ребята. Это используется, чтобы душить людей вот таким вот образом. Какого черта? Блин, Женя вообще мудаком был. Это очень плохо. Согласитесь, что на такие жестокие вещи ни в коем случае нельзя соглашаться даже за любые деньги. Это просто ужасно, ребята. Возможно, конечно же, это все мои догадки. Возможно, эти люди все еще живы, и никто на них никогда не охотился. Но я не знаю. Возможно, Евгений был просто каким-то полоумным дураком, который постоянно носил с собой чемодан или еще что-то. И Виктория, да, Виктория просто устала от того, что он такой идиот. Но я думаю, узнать мы это сможем благодаря записям с камер, которые остались неизвестными для нас. Но давайте посмотрим их прямо сейчас, как я и обещал. Сейчас произойдет знаменательный момент, друзья. Мы действительно покажем содержимое этого диска в том же ролике, в котором мы нашли его. Поэтому поставьте в этом видео лайк, и мы вставляем эту самую сидюшку в наш ноутбук. Кстати говоря, нынче тяжело найти то, что читают диски, поэтому за это тоже лайк, что мы заморочились, и показываем вам это. Как и на коробочке было написано, это оказалось в видео с камеры, и на нем долго ничего не происходило. Поэтому нам пришлось перематывать таким образом вот до этого момента. И здесь-таки появился, скорее всего, тот самый киллер. Но его личность нам разглядеть так и не удалось. А вот тут появляется Виктория. Они обнимаются, и, казалось бы, все хорошо. Она уговорит его перестать заниматься этим плохим делом. Но между ними вроде бы происходит какой-то небольшой конфликт. Они о чем-то спорят. И в этот момент Виктория достает пистолет и стреляет в Женю. Она сразу же хватает тот самый чемодан и убегает. А Женя падает на пол, точнее, на землю. И остается там лежать. Женя погиб. Блин, ребята. Извините, это какая-то жесть. Получается, Евгений до такой степени довел свою возлюбленную, что она покончила с ним. Она отомстила, возможно, за всех этих людей. Я не знаю, заслужил этой судьбы Евгений, то есть Женя, киллер или нет. Пишите ваше мнение в комментариях. Я не знаю, мне прям не по себе стало от увиденного. Очень страшно, ребята. Но веселит меня лишь только то, что вы можете поставить лайк под этим видеороликом и подписаться на наш канал. Это реально мне очень сильно греет душу. И если мы соберем под этим видеороликом 20 тысяч лайков, всего лишь на 20 тысяч лайков, для вас это сделать раз плюнуть, то мы распакуем еще один крутой чемодан, который вам точно понравится и развеселит вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов. Или же Вия. Лайк, подписка, колокольчик. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok